Так, расскажи мне про минор и прямоугольные матрицы, общее определение. Минор и прямоугольные матрицы? Ну, это просто... В общем, минор какого-то элемента, это элементы... Эта матрица получена в вычеркивании элементов в строке столбца исходного элемента. По сути, если я спрощу, что такое минор по определению, да? Минор и прямоугольные матрицы, это определитель, по сути. Минор и прямоугольные матрицы, это определитель у нас. Обратите внимание, составленный из чисел, которые находятся на пересечении различных K-строк и различных K-столбцов матрицы. Различных K-строк и различных K-столбцов. Окей? Далее. Число K называется порядком минора. Это мы с тобой знаем, да? Да. Далее. Ну, например, вот такого рода вот у нас будет... Сейчас. Я смогу здесь сейчас вставить? Вставлю сюда, надеюсь. Так, давай, друг. Ёлки-палки. Ладно, у нас есть прямоугольная матрица, да? У нас есть прямоугольная матрица. Размера 3, 4, 5, 5 на... 5 на 4. Я пишу 5х4. Сори. Получается, наоборот, 4х5. 4х5. У нас есть такая матрица, да? А как получить какой-нибудь минор второго порядка? Ну, просто... У тебя, получается, есть раз, два, три, четыре, да? И так есть раз, два, ну или просто по звездочкам у нас будет вот так вот. Если я буду по звездочкам делать, мы скажем так, получается звездочка, звездочка. Как бы мне это вырезать? Я не могу это вырезать, неважно. Смотри, я просто поставлю сюда вот так точечки, и это будет у нас число. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. Вот что мы будем делать? Мы хотим сделать минор... То есть нам нужно, получается, получить минор второго порядка. На самом деле, сразу скажу, что мы делаем, да? Получается, мы берем, работаем по этой строке и работаем, допустим, по последней. Вот, и здесь через одно вот так раз. Вот так вот. Вот, то есть, чтобы получить минор, ну, не знаю, любого, по сути, какого-нибудь второго порядка, да? Мы с тобой выбираем две произвольные строки, например, вторую, четвертую, и два произвольных столбца, например, третий и пятый, находящиеся на их пересечении, да? Угу. Итак, чтобы получить минор, какой-нибудь минор второго порядка, пожалуйста. Комментарий. И записываем минор второго порядка. У нас там получается минор второго порядка такого вида. М2 равно... Ну, если мы возьмем здесь эти числа, у нас получится на этих... Вот здесь вот эти точечки, это пересечение этих чисел. Вот, мы их и берем. Вот где он... Где мы попали по пересечению? Вот эти числа мы берем. В данном случае, мы напишем, например, минус 3, 4, минус 4, 6, да? То есть, эти числа были взяты отсюда. Вот отсюда, прям в таком же порядке. Вот в таком же порядке мы берем эти числа сюда, да? Вот, я пишу обязательно, чтобы ты понял, что я это беру отсюда. Вот, далее. Соответственно, и сколько всего минора второго порядка? Ну, достаточно много, да? Достаточно много. У тебя получится. И существует соответствия специальной комбинации, комбинаторной формы для подсчета количества миноров. Вообще, ты как с комбинаторикой? Ну, не проходил особо никогда. Только в школе можно троги улечить. Хорошо. Соответственно, по той же логике мы с тобой можем взять минут 3 в порядке, да? То есть, не будем с тобой жестко ботать в комбинаторику. Вот, минут 3 в порядке, мы по той же логике берем, как это работает. Ну, то есть, мы с тобой берем, рассматриваем три призвольные строки. Первую, там, третью, четвертую. И три призвольного столбца, например, первый, второй, четвертый, да? И на пересечении мы с тобой делаем вот так вот. То есть, у нас есть опять матрица. Вот. Опять у нас есть строки. Раз, сейчас. Ну, то есть, мы берем первую строку. Потом у нас будут числа какие-то. Раз, два, три, четыре, пять, да? Потом у нас есть еще одна строка. Вот, еще числа какие-то. Ну и, соответственно, и вот еще одна строка. Вот. И, соответственно, мы здесь работаем вот уже то, что получится. И, допустим, мы рассмотрели первый, этот самый столбец или что там у нас. Первый и второй столбец. Ну вот, первый, второй столбец мы вычеркиваем. Вот и получается, у тебя здесь квадрат. Вот у тебя есть образовался квадрат, и вот эти как раз числа ты выписываешь из этого квадрата. Из этого квадрата ты выписываешь. И числа выписываешь из этого квадрата, который здесь образовался, да? Вот, соответственно. Ну, из этой строки, точнее, здесь не квадрат, а здесь получена просто строка. Вот, и здесь у тебя получится Выписываешь вот отсюда Здесь на пересечении у нас получится, допустим Мы же рассматриваем здесь какой столбец еще И предпоследний столбец Значит так сделаем Предпоследний столбец, значит ты выписываешь Отсюда числа, и вот отсюда числа 2 Пожалуйста Так, я не приобрел, почему не вставляется, ладно Там какая-то особенность, видимо, есть Хорошо А не, вставилось, да Вставилось, супер Хорошо, ну вот мы видим с тобой, что получается, да? Вот, то есть если мы хотим посмотреть Рассмотрим минут третьего порядка, мы сделаем вот так вот Где в своей схеме А, даже, слушай, вроде заработало даже Интересно, как это работает, непонятно То работы нет, хорошо Смотри, видишь, я вот, надеюсь, я корректно нарисовал, да? То есть я показал тебе, что мы берем Если мы хотим в минуту второго порядка вот так вычисляем Если минуту третьего порядка, мы вот так вычисляем Окей? Далее И, соответственно, их пересечения Записываем в минуту третьего порядка То есть если мы хотим написать минуту третьего порядка Мы пересечения записываем в нашу матрицу. Ну, вот, соответственно, опять непонятно, почему не вставляется. Ладно, какая-то есть, видимо, особенность. Хорошо. Далее. Окей. Так, получается, мы получим 100 минор, да, третьего порядка. Мы напишем так. Так. М3. Ну, есть какие-нибудь числа здесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Которые мы с тобой взяли из пересечения. В данном случае мы запишем, что? У нас получается. Сюда один пойдет. Один. Сюда пойдет минус один, да. Сюда пойдет минус пять. И так далее, да. Ну, то есть, понятно. Минус три пойдет сюда. Ну, короче, не буду описывать дальше. Хорошо. А следующий слайд? Рад матрицы мы с тобой, соответственно, умеем уже искать. Там метод окамляющих миноров. Это все понятно, да. Мы его даже прорабатывать сейчас не будем, окей? Если не против. Далее. А теперь, соответственно, с помощью элементарных преобразований. Расскажи мне, как мы ищем антматрицу с помощью элементарных преобразований. С помощью элементарных преобразований мы просто сводим ее к ступенчатому виду и потом просто перемножаем все элементы на главные диагонали. Послушай, хорошо. На самом деле, да, ты прав. Действительно, у нас с помощью ступенчатых, с помощью преобразований у нас получается находятся ранд матрицы. Да, я с тобой согласен. Будем отрабатывать, или ты, в принципе, нормально, ну, разбираешь эту темę? Да, я понимаю. Хорошо. Тогда давай мы с тобой быстро проработаем систему линейных алгебрических уравнений. Да? Поехали. Итак, Слава, по сути, это уже такая фундаментарная тема, которую нам нужно затронуть. Расскажи, пожалуйста, мне поподробнее. Ну, получается, в матрицу... Составляется матрица из коэффициентов уравнений. Ну, и решается различными способами. То есть алгебрическое уравнение первой степени это полином или поногощен уравнение вида N с неизвестными. Что это за вида? Например, у нас есть такой вот полиномчик. Ну, sorry. То есть, что такое вообще полином? По сути, это... Мы же можем функции генерировать полином? Помнишь, мы это учились? Да. Вот. X1, X2 в качестве параметра функции кладем и говорим, что это P полином. Он будет выплевывать полином. Xn равно 0. Равно 0. То есть это полином вида N с неизвестными. И определение систем линейных уравнений, то есть иначе говорят славу, мы будем с той говорить слу. Правильно? Угу. Славу чаще говорят слу. Вот. Как бы это ни звучало. Система, состоящая из линейных уравнений и запишем и с той в общем виде. В общем виде она какой вид имеет? Просто моншустно. Ну, наверное, там A1X1 плюс A2X2. A11 на самом деле, да? То есть A11 X1, A12 X2 и так далее. Я думаю, что в общество первой строчки запишу, с остальной все не будем писать. Пожалуйста. Вот у нас есть такая система. A111, правильно? X1, X1 плюс A12. Понимаешь, откуда стали? Это бы достали из матрицы, Угу. A1X2 далее. Плюс A13 X3 ставлю плюс многоточие плюс многоточие плюс последний член какой у нас будет? A1 A1 XN правильно? Первая строка столбе ценный пойдет уже в конце. Как они изменятся? И это все равно B1. Согласен? Да. B1, который мы запишем, обычно пишется там переписываться из последней матрицы, то есть это результирующее у нас уже. Здесь мы будем писать так вот. Хорошо. Далее. Соответственно, здесь у нас будет уже последний член как выглядит? Ну, последний строка как он выглядит? A1 XN Сейчас, 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 смотри, вот я пишу, A, то есть у нас, получается, в чем особенность будет? То есть у нас A, допустим, там, первая, там у нас будет всегда M, да, колонка у нас будет first, A, M, N, да, MN всегда будет, потому что у нас колонка первая. Получается тогда X1, правильно? Плюс A, M, опять у нас там где-то колонка у нас будет, ну, я в том плане, строка у нас уже будет M, а колонка вторая. Ну, понятно, да, то есть строка у нас уже M, внизу мы ушли туда вниз, а строка у нас, а колонка вторая. Далее, ну, понятно, что опять строка у нас M, колонка у нас опять, соответственно, вторая, третья уже здесь идет, X3, плюс, опять многоточие, плюс, соответственно, последнее у нас будет уже интересно, да, A, M, N, X, N, правильно? Угу. И равно какой-нибудь B, N, хорошо. Все, супер. Далее, мы с тобой переписали это в общем виде, правильно? Да. Система из линейных уравнений с дизнественными X1, XN, где A, и T, G, T, это у нас подстроковый индекс. Ну, ты это знаешь, да, у нас первый это row, второй это column, подстроковый индекс. Угу. И, соответственно, у нас есть действительные B1, BN, это тоже чисто, которые просто у нас свободные члены. То есть, вот это у нас товарищи, свободные члены, правильно? Угу. Это у нас подстроковый индекс. Далее. Чтобы решить систему линейных уравнений, это значит что? Чтобы решить систему линейных уравнений. Ну, найти неизвестные которые удовлетворяют системе, да. Которые дают каждому, да. То есть, найти неизвестный X1, XN, да, и обращать их в верные числовые равенства. Либо доказать, что решений нет. Ты уже решал не систему, где решений нет? Кстати, нет. Други? Нет, даже в Демедовичах не был. Слушай, это уникальная ситуация, да, получается у нас с тобой нету боевого опыта. Хорошо. Далее, X1, X2. Может, просто я специально тебе там эти примеры пропустил, чтобы ты не парился XN. Да. Обрати внимание, что у тебя Демедович уже начинается с линейных пространств уже на этой неделе. Далее. Что мы с тобой видим? Решить систему нашей X и так далее. Допустим, если у нас, не знаю, там, система может одной из трех, допустим, да, вот у нас иметь единственное решение, иметь бесконечно много решений и не иметь решения вообще, да? Давай мы напишем, что система у нас может иметь три варианта, то есть у нас может быть одной из трех вариантов, соответственно, тогда мы это напишем. То есть у нас система имеет единственное решение, когда у нас X1 равен альфа 1, X2 равен альфа 2 и так далее. Сейчас мы быстренько это запишем. Второй вариант у нас сейчас X1 равен. Расскажи мне, пожалуйста, все, что ты знаешь про систему. Про систему? все, что ты знаешь и так далее. Ну, то есть как они составляются? Расскажи мне, все, 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 что ты знаешь вообще. Решить, спорить решение, преобразование, методы преобразования? Ну, методы преобразования можно с помощью метода Гаусса, когда там сводится все к ступенчатой матрице и оттуда уже находятся X неизвестные. коэффициентами. Так, хорошо. Есть метод Крамера еще. Он основан на определителе. То есть там определитель всей матрицы делится на... Хорошо, я вижу, что ты действительно определенный объем знаешь. Давай мы сейчас на практике проверим твои знания. Да? Готов? Да. Начнем с чего-то очень простого, соответственно. В любом случае, это у нас уже последняя тема перед линейными пространствами. Итак, X минус Y плюс 5 равно нулю. И у нас еще есть 2X плюс Y плюс 7 равно нулю. Как решить систему? Система два уравнения, два неизвестных. Свободные члены кто? 5 и 7. Да, что нужно сделать свободными членами? Перебросить их направо. Слушай, мы перебросаем их направо и получаем, что? Ты вверх и вверх, напиши, я пишу нижнее. Вместе веселее. Так, поехали. Перебросили. Дальше, что делаем? Так, но смотря каким методом решить. самое простое, мы с тобой, можем с тобой из первого уравнения выразить, не знаю, там X, например, там проще всего это сделать. Довольство выразим X из первого уравнения. Равен Y минус 5. Ж проще вроде куда? Да, проще. Поставим его во второе выражение. Ну, там 2Y минус 10 плюс Y минус 7. Хорошо. Дальше? Дальше все свободный членный переброс. Получается... Ну, давай, быстика, найди мне это решение. добей тут, по сути, сложно. Как проверять будем то, что нашли верно? Просто поставим значение. И поверишь, что 0 равно 0, правильно? Да. Хорошо, согласен. Можно ли выразить было Y, а не X? Да. Да, ты нашел правильное решение, молодец. Далее. Мы стремимся проводить действия в каких дробях обыкновенных или в каких? Изничных. Ну да, 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 А теперь давай мы стой посложнее возьмем систему, если не просят тремя неизвестными. Просто мне будешь говорить... Я же знаю, мы с тобой прошходили эту всю тему. Просто дело в том, что ты мне сейчас устно тогда будешь говорить, если я вижу, что действительно ты все знаешь на ези-пизи, мы пойдем просто в ней на пространстве и все. 8А плюс 4Б 6С равно 8, да? Далее 15А плюс 3Б плюс 5С равно 0. Окей? Угу. Хорошо. Будет ли 3 неизвестных? Ну, тут можно попробовать сейчас. Тебе нужно обычно найти решение, ну, то есть переменные. Угу. Какой метод будем использовать? Ну, можем... Какой месяц? А я понял, мы можем использовать любые методы, но в какой месте здесь? Есть он... наверное, можем ли как-то вообще упростить или можем использовать метод постановки? или можем разделить допустим на 2? Не знаю, вот у нас здесь второе уравнение нужно на 2 разделить, мне кажется. Начнем с элементарных преобразований? Давай начнем с элементарных преобразований. Быстико разделили на 2 второе уравнение. Не будем переписывать полностью 1-3, просто 2-3 разделим на 2. Не будем 1-3, просто 2-3 разделим на 2, сразу же деле а а а а смотри а здесь мы знаешь что сделаем из-то выразим здесь просто цешку давайте школе зимтежка равно минус а минус b а внизу мы что мы сделаем подставим подстанция да давай так сделаем тогда что мы имеем подобные у нас 42 b3 c же 2 3 уравнение поставил мне цешку до 3 умножить на 2 тысячи поставил есть 3c у тебя получается да сейчас поставим получается тебя будет 3 умножить на минус а минус b на 4 таким образом по сути у тебя происходит элементарное преобразование раскрываем скобки и подводим по слагаемые то есть у нас получать подобные и и делим получается делим то можем еще поделить на 2 ведь уравнение можно два сразу поделить ой насколько там нам нужно поделить ты там сейчас меня простишь то все делаем поделишь 5 совершенно верно совершенно верно и далее что у нас есть по вариантам ну мы можем а вы да мы можем выразить допустим из 3 уравнения а можем из-то выразить из 3 ранее б поставить его 2 давай с 3 не выразим b и поставим 2 как-то более оптимальный способ хотя это тоже не проходит вы выражаем говорим чтобы равно 5 а а подставляем этого второе уравнение и на доме тебе тогда дома одно еще одно тип одно задачку по системе не против ты вроде кстати ты так вроде не так плохо справляешься хотя давай лучше буду давать полейным пространством уже да все отлично получается у тебя а равно чему здесь минус 1 а минус 1 минус 5 6 я тебя засчитывают решение решения идем дальше молодец следующий слайд метод подчленного сложения уравнения системы расскажи пожалуйста лет подробней подчленного сложения системы то есть когда между собой строки складываются да так называется просто до уравнение вида такого смотри пишем получается ты ниже что ты вершись только нижнюю x минус y плюс 5 равно нулю x минус y плюс 5 равно нулю хорошо хорошо что мы вовремя закончить ты должен быть препода подожди когда я соли я взял же тоже здесь те управлять которые было до что быстро сделала понятно да то есть тут у баба его все ясно по моему тут у нас раз-два понятно мы выходим на 0 здесь мы с тобой выходим на красивое число 12 вот и так далее здесь выходим 3x ты получаешь 3x0 12 получается и это все равно нулю правильно мы этих товарищей всех сложили и получили краса краса педро вот и все далее как мы видим у нас того и обыкновенные вот то что сейчас выдела красным вообще поезде естественно делать смысле но это понятно то есть в результате максим сложения у нас пропала переменная игре к это хорошо да то что мы собираемся лишь переменных и что это нам дает в чем суть метода но как раз таки избавляемся от переменных хотя получается 311 тогда у тебя выражается их спокойно отсюда правильно у тебя получается x равен минус 4 и что там у нас x равен минус 4 и тогда мы просто поставим это по сам этого допустим в первое да куда угодно уже в любом случае уже x на 1 ты найдешь легко таким образом у тебя получится и играем на дому вот и все хорошо идем дальше и так вот смотри у нас есть теперь школьный метод решить систему давай вот так вот смотри я тебе дам еще одну систему с быстренько мы с точки со системы закончим 3y минус 2 равно нулю а 4x минус 3y минус 3y минус 11 равно 0 а в этом примере мы стоим можем использовать какой подход школьный подход правильно мы же как лица база база школьный подход будем что использовать но метод постановки школьный подход имеется ввиду бит посолки заключается школьном подходе но 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 тут какая-то будет возня с дробями и так далее вот у тебя уже рука набита расскажи как у что мы будем здесь делать по сути же по подстановку уже не подходит здесь пишу что постановка не не целесообразно не целесообразен какой метод целесообразие здесь подставки не подходит конечно метод блин мужчина сложения но строки вообще сложение поэтому опять применяем почти на сложение что мы получаем 7x плюс y минус 13 да хорошо то есть мы почти на почти на здесь сложили получили далее а из первого мнения мы то вывучит они одни не давай нет сложения это фигня не не давай мы стал лучше вычтем мы можем учить подожди 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 мы можем вычесть сейчас я вышли с вычтем и напишу здесь минус а здесь напишу операция плюс здесь операция минус обязательно давай из первого второго вычитаем листу рову первым из первого уравнения мы 100 почти на выше второе я пишу из первого и места пошли на вычитаем второе дальше что делаем получается что получается минус x 7 y плюс 9 тут короче две перемена осталось правильно чайка надо что-то делать сейчас секунду нам нужно что-то с коэффициентами сделать час чтобы уничтожить нам нужно короче знаешь что сделать вот 3 4 что-то тут общий общий нас 12 правильно здесь 34 вот мы можем с тобой сделать знаешь как вот первое уравнение умножить до 13 например чтобы получить 4 когда у нас раздел коэффициента там здесь при x я второе уравнение можем что умножить на 12 4 и в результате у нас получится ликвидируется короче x и нам нужно ликвидировать x и вот смотри чтобы ликвидировать x и как видишь то есть мы ставим минусовали но особо ничего и ну жизнь и нет не облегчилась уйти но две переменных а две переменных это печаль к поэтому первое уравнение мы с тобой умножим на 12 третьих я пишу первое уравнение мы с тобой умножим на 12 третьих как вообще это подбирается сейчас объясню первое умножаем на двенадцать третьих пишем 12 этих а ну что такое 2 3 это типа 4 до умножаем на 2 3 уравнение а второе мы с тобой возьмем умножим на за четвертых и вообще такой подход использовал честно не помню хорошо а давай теперь мы с тобой знаешь что вспомним вот в изначальном как видим что 34 там у нас разные поэтому нас если мы сложим или учтем уравнение у нас переменными не сбавимся мы хотели бы с тобой видеть в одной из пар одинаково модулю числа да что так одинаково по модулю помочь что по модулю ну просто одинаковое число независимости однако нам нужно меньше общекратное это называется модуль бро помнишь мод по python помнишь python а этот процент я не поезд а ты же блин соль я тоже питон там со не учишь короче питоне есть процент это наименьше общекратно да папа наименьше nokia nokia мы пытаемся найти ног вот мы пытаемся у этих товарищей 2 3 4 найти ног могли сюда внимательно ног и 4 покажу специально как вообще нашел эти числа то что это пока непонятно вообще чего происходит куда это взял сейчас смотри я беру ног раз где у меня 12 у меня где минут на 3 4 3 12 есть nokia свои вот тебе ног и ног мы расписаться как самолетиком расписано согласен ног мы написать расписан самолетиком это значит ты меня ноги но ты расписал nokia ну вот да такое что-то помню я смотрю вот типа самолетик и вот тебе пожалуйста соответс как мы вычисляем еще но кино да сейчас вот тебе но кино да давай давайте я тебе еще один дам самолетик просто вот еще один самолетик он такой повеселее типа роста и самое интересное я тебе дам еще допустим соответственно базы пример где очень много будет но кафе нодов с не против вот смотри вот и все достаточно просто что такое видишь not понятно да наибольший общий делитель ног наименьшее общее кратное это что наименьшее кратное у двух чисел всегда это будет большого число согласен то есть это число которое больше чем эти два числа но у нодов наоборот а число маленькая у нога всегда будет число побольше чем эти два товарища всегда прошу ноги всегда наибольшего общек общая кратная то есть такое число которое кратно вот кратно по 12 кратно по 8 и так далее поэтому это бы число больше чем как темпы чем изначальные числа nokia она ты всегда число поменьше будет хорошо это вы поняли да поэтому здесь мы с тобой по ногам вот как мы здесь нашли ног 60 75 выписали соответственно простые делители простые числа согласен 2235 это только простые работы далее соответ что мы там сделали но получается делили просто посмотрели посмотрели по общим товарищам до поставить пообщем вы выписали общих и вот этому не хватило еще до пятерки да вот здесь была одна пятерка сюда вот а у этого две пятерки естественно чтобы нам сделать ног общие тебе нужно счет сюда пятерочку закинуть закинули понимаешь что здесь одна пятерка а здесь их 2 естественно мы выписываем мы выписываем с тобой нокив это такое количество множителей короче когда максималка вот это и нет ну что второго то две пятерки поэтому ты должен минимально выписать количество которое именно у того числа где больше всего повторений это количество у кого больше все повторений вот у него ты бы писать обязательно два поэтому написали два хорошо да он он в другая у надо в другая схема знаешь да если у ногов мы что выписываем максимально повторение мы выписываем не одну пятерку а 255 потому что есть две пятерки вот соответственно то она так вы бы так не делали окей далее работаем ноги мы с тобой по сути быстренько прошли сейчас что дальше что дальше вот мы ног выписали ты понял откуда я вообще взял вот это число правильно я 12 взял потому что это у нас ног 12 ног ну вот мы взяли 23 4 2 4 равно 3 хорошо мы первое умножить на это то есть мы по сути сделали такое зеркало некая окей чтобы нам сжилось легче хорошо далее получил этого делаешь вычитание посмотришь упрощаешь давай быстрее к добьем потому что тут все-таки база посетите по славу это база можешь устно я если ты устно все это затащи вообще спрос плюс поставить и все на каком слайде да смотри давай здесь ноль получается вы по вычитанию на давай просто славу это реально эта тема которая нужно акцентировать внимание то что мы не можем взять ее скиднуть как-то если другие мы еще можем как-то пропустить как вот этого сделал то эту мы не можем давай правильно все ставите плюс там реально молодец смотри так хорошо дальше слайд и будешь со мной диафанту ранение решать это просто вопрос ладно хорошо смотри вот мы с тобой научили сейчас какие способы вычитание постановка и сложение правильно хорошо выше математики мы с тобой еще другие способы кстати выше математики мы стараемся складывать умножать они вычислить да я думаю давай мы это все таки как математики культуру я это запишу обязательно фундаментальную фразу базовую пойдем дальше далее надо в эти системы уже ему задавайте то хотя мне много примеров здесь есть я не задавать не буду демидович им эти по идее намучил быстрее расскажем про метод крамера и вот я тебе дам задачку сразу быстро затащим ее но метод крамера получается сначала находим определить составляем отпису из коэффициентов уравнения находим определить все этой матрицы потом составляем расширенную матрицу и получается сначала забыл как как называется в общем сначала вместо первого столбца как хочешь на матрицы подставляем расширенную так хорошо я вижу то что сейчас ты тему это в принципе знаешь сейчас мы что быстро задачам уравнения и пойдем дальше на следующую тему x у нас получается 2 равно бы 2 ну давай быстренько поработаем что что-то что ты хочешь сказать если у нас определитель не не равен нулю система сколько же имеет решение если не равен нулю то одно единственное да совершенно верно единственное решение у нас есть система не равно нулю тогда для нахождения корней мы должны вычтить еще два победителя правильно если у нас сам по себе определитель не рай нулю а мы его бы сейчас посчитаем у нас там как мы считаем да просто 11 12 а 21 и а 22 22 понятно что мы сказали что спит не рай нулю тогда у нас есть что-то нас там надо вычислить там еще два победителя пера плетель какой у нас получается то b1 b1 b2 а 12 но пример так сделаем bb2 а 22 и второй определитель получается что у нас там 1111 b1 а 21 b2 хорошо далее ну что какая здесь закономерность ну просто поставляем получается столбец b в каждую обед свободно поставлять главный определитель сначала на первое место затем на второе мы ставим выставляем получаем будем посмотрим получаем хорошо то есть мы получаем что у нас получается корни имеет такой вид x1 равно определитель 1 на общий да ну скажем так x2 у нас равно определитель 2 она просто определитель хорошо далее если главный прийти равен нулю вот мы главных читали прийти он равен нулю пока система и быстро 5 секунд не помню хорошо не проблема вот мы поэтому и повторяем сейчас система у нас либо не совместно либо имеет бесконечно много решений слайд далее надеюсь мы сейчас вспоминаем система база реальная система это база почему систем база то что мы потом вы постоянно системами то берешь матрицу систему опять и системам адрес туда-сюда туда-сюда обратно далее обозначение мысла кроме греческий дельта что используем кроме дельта кроме дельта до прийти в с помощью демо обозначаем еще буковка делу там дады и дельта далее в качестве посрочных индексов обычно используются переменные системы вот как они как как обозначена по сути мы можем написать в качестве посрочных индексов там дельта x до дельта y далее используя правила про кромера система можно решить соответственно и как ты знаешь посложение вычитания постановкой ну вот решить систему да вот у нас есть такая система например 500 506 а плюс 66 б равно две тысяч триста пятнадцать запятая 1 так и 66 а плюс 11 б равно и 192 и коэффициент уравнение достаточно большие да действительно и там даже присутствует нас по сути десятичной дроби а вот система с запятой обычно редко освещается но вот она встретила сейчас у нас как решать систему ну можно наверное домножить последнюю строку на 6 потом вычесть чтобы избавиться от б мы с тобой просто крамером поработаем и все на самом деле да мы 100 возьмем папа по методу крамера решим систему методом крамера вычтем главный определитель что вообще значит вычти играм главный определитель ну то есть составить матрицу из коэффициентов уравнения и посчитать определить ли ты можешь на эти просто сейчас напишу ответ чтобы ты не парился у нас будет число 1210 не равно нулю окей села имеет одно интересное решение что дальше делаем дальше по очереди подставляем столбик свободных членов в матрицу да хорошо дальше вот мы подставили так вот начали на подставили окей далее ответ здесь будет уже такой 5707 2 далее ну и и последнее действие с собой что сделал сейчас поставили уже во второй столбец поставим так пашку мы что посчитали а здесь суре чуть-чуть 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 здесь я переборщил здесь нас получится не это у нас получится всего лишь минус 425 7 5 7 вес тогда у нас а когда у нас а это у нас что да у нас дельта а на дельта выражаем ашку получается у нас минус 425 из 25,7 делим на 1000 как это пропадает изображение странно примерно получается минус 0 35 до и 2 из бы мы видим что у нас там будет 40 как-то 45 тысяч 707 2 из 3 мы с тобой уже вычисляем b то есть это дельта b дельта b на общую дельта и получается у нас тобой вот это вот 45 тысяч 707 , 2 делим на 1210 получается примерно 37 из 777 хорошо далее ну и все вот у нас а и б ты согласен с моим решением или нет ну да а у нас получится это бы у нас получилось это хорошо идем дальше следующий слайд так я не будете мучить придите по крайней мере не против и есть хочешь могу дать тебе в комплекс их числах умеем решать с тобой но я не решал не решал ни разу хорошо сейчас ты с помощью брата матрицы сможешь меня прийти посчитать с помощью обратной систему тема с помощью обратной матрицы сейчас сейчас задаю вопрос просто встречаешь да или нет я просто не помню как это дело то есть там составляется столбец неизвестных отдельно чтобы нам решить система с помощью брата матрицы во первых тебе нужна сама брата матрица да то есть берешь систему переводишь ее на а матрицу а матрица x матрица b на 3 матрица разбиваешь систему до говоришь что что x равно б веса потом эти матричное умножение ли левой части то есть уже Titus есть у тебя две матрицы равны если их соответствующих элемент ровны это мы с тобой знаем тогда у нас нужно сделать обратно мадрессу то есть от минус 1 умножить на а умножить на x равно а минус 1 умножить на б б то есть на на свободные члены когда у тебя получится ваш перу множено достидинишь нить су умножить на x равно образ 1 можно б когда у тебя получится уровне срещивий вида x то есть x то есть касса микс и равно а в минус 1 умножить на b гернзом это на и найти врат матрицу и выполнить вот матричное умножение вот сейчас сказал да это делал а где хорошо далее а теперь второго второй вопрос метод последователь исключения известных гаусса но до заводить с помощью элементарных преобразований ступенчатому виду так меня отгался хорошо далее а теперь мы с тобой поговорим про метод гаусса jordana на это отличный от метода гаусса или то есть метод да и то другой у нас есть метод последователь исключения известных с помощью метода гаусса это называется нет последить нет метод последовательное исключение а есть метод гаусса jordana или жордана да еще так говорят жордана общего юрдан метод метод знаешь мы же методы гаусс обычно исключает делали мадрис тупенчат видео готовили на вот и метод метод жордана он похож на этот способ то есть по сути метод жордана это юрдана ссоре он как бы представляется модификацию метода гаусса модификацию но скорее всего не делал тогда но не могу вспомнить ладно хорошо и такой вопрос перед тем как я внашу спрашивали пространство найти матрицу найти обратно матрицу методом лидерах просто преобразование пробовал на хорошо по сути из всех систем или иных уравнений мы с тобой должны ну это по твоему желанию уже как ты захочешь может чтобы проработать метод гаусс юрдана если такой метод ты будешь использоваться в учебе проработать выбор базисных переменных решения неоднородных однородной системы ты решение однородной системы хорошо понял то что там составляется к этой системы для нее какие-то есть общие цешки вот это я не очень понял сам вот неоднородная система у которой хотя бы один свободный член отличие от нуля до куда сейчас можете даже точнее скажу если хочешь просто можем подробнее пройти полностью системных поравнений тему надо быть в любом случае уже давление пространство систему можно стой подробнее пройти окей хорошо я принципе уже примерно понял какой что нужно давать дальше следующий слайд так и откровенность разобрали с помощью обратной матрицы мы с тобой сейчас быстренько пролетим это все тему мы еще брата матрицы но сейчас чистым из года вот общее решение народных систем это не очень сильно вообще какие темы не помощи кроме общее решение народ системы но всех слава вообще фундаментальная система решений так что еще ну и метод же гаусс и юрдана надо в эту модификацию от гаусс идет я я уже понял я уже примерно понял что у тебя папа по скиллам хорошо вот у нас с тобой есть матричное представление правильно вот систему брата матрицы обычно обычно адреса матричное представление как всегда у меня это не вставляется да ничего страшного далее у нас тут есть система у нас есть матрица уравнение вида у нас а x а x равно б классическое уравнение а x равно b где все каждая переменная эта матрица матрица строка матрица столбец так далее выполнил что матричное множение левой части да если мы с тобой хотим с помощью обратной матрицы сделать до записи нас коллег то вы выполнили по умножения 2 матрица нас равны все корректа получили тогда матричное уравнение вида вот а x равно b мы можем сделать так можно с тобой обе части умножить на минус один слева и полагая что обратная матрица существует то есть мы полагаем что брата матрица существует и умножим обе части на а минус 1 когда должен доказать сначала что брат может существует здесь ты помнишь значит обратно адреса и как бы как и вычислять а минус 1b пожалуйста мы умножим обе части на а минус 1 до получили в левой части единичной согласен но с правым получили а минус 1b такое дело у меня уже но когда x у нас равен а минус 1b хорошо здесь все понятно решать не будем правильно ты же все это понимаешь все тогда идем дальше так тогда идем на следующую на следующий тему на этом слайде соответственно еще разок вот метод гаусса и метод голоса йордана там есть некоторые особенности уже в модификации если метод гаусса мы с тобой последовательность исключения мы 100 приведем приводим к виду приводим к виду какому да просто ступень что тогда я просто напишу и пойдем на следующую тему мир то есть я на всех случаях помечу что у нас есть матрица мы 100 просто берем ступень что и приводим все следующие ну даже давай на этом слайде еще надо еще одну тему пробежим если не против теперь поговорим стою про несовместной системы вам что парень что значит несовместной системы вообще что это значит еще несовместные всегда всю жизнь были совместно счет что несовместными или же изменяется время идет но на первых да во вторых несовместно это когда бесконечное количество решений есть у системы уши на самом деле ты очень близко к истине то есть у нас что мы видим например если мы с тобой напишем уравнение такого вида систему у нас будет там 4x и x 1 минус 3x 2 чувствуешь что то же получается плюс 2x 3 минус x 4 8 до 3x 1 минус 2x 2 плюс x 3 минус 3x 4 равно 7 и еще одну внизу дам тебе 5x 1 минус 3x 2 плюс x 3 минус 8x 4 мы здесь видим 84 равно 1 количество переменных до 4 уравнение 3 массе количество уравнений меньше чем количество переменных система либо несовместно либо имеет бесконечное количество решений мы с тобой это знаем или не особо да хорошо далее и как мы с тобой будем проверять как и методом и проверять это а про мед проверки мы уже узнаем в следующем уроке